Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, в ней вы сможете найти новые, а также старые серии всех мультсериалов Черепашек-Ниндзя, также различные комиксы, арты, опросы, юмор и также бои между персонажами вселенных Черепашек-Ниндзя. Друзья, группа реально годная, вступаем в неё, ссылка будет конечно же в описании, самая первая ссылочка, нажимаем, вступаем, ВКонтакте, ну и также можете меня в друзья ВКонтакте добавить. Что ж, мы остаёмся! Черепашки-Ниндзя с нами! Вперёд! Черепашки-Ниндзя с нами! Всё с нами! Всем привет, друзья, с вами Макс, и сегодня я вам покажу мод, который добавит нам в игру вот это. Да, Fast Forward Черепашки-Ниндзя 2003 года, или же Черепашки-Ниндзя в будущем, 6 сезон. И прежде чем я вам их покажу, скажу, что ссылку на этот мод я оставлю под роликом, после того, как на этом ролике накопится 50 лайков. А также вы можете поддержать этот ролик репостом. И кстати, друзья, если вы тут первый раз, то поддержите канал подпиской на этот канал, да? Ну и колокольчик нажмите, чтобы не пропустить новые видео. А я сейчас начну. Давайте я вам покажу всё в уровне холл, потому что это самый, думаю, такой нормальный уровень с хорошей камерой. Давайте заходим сюда. И что ж мы первым, первым, первым самым видим, это, конечно же, нашего разукрашенного Леонардо, который с первого взгляда вам может показаться просто какой-то разукрашенный. Разукрашенный. Но нет. Сейчас давайте мы побьём их, все дела, возьмём тут всё. Итак, меняем ракурс камеры. Кстати, уго, близко. А теперь просто посмотрите на это. Ну, во-первых, мы видим его, как бы, катаны, которые... Такое ощущение, как будто кибер-катаны, но они больше, да, смахивают... Эй, эй, как я это сделал? Сейчас, ребята, секунду. Я вернусь в свой прежний... Вот. В общем-то, катаны из будущего. Сейчас я вам прикреплю сюда слева катану О'Нил. Вот она. И вот катаны в его руке. То есть, посмотрите, вот эти вот все прорезни, которые, вот видите, такие серенькие. Вот возле его руки, такие серенькие от рукоятки, такие вот прорези. Они выглядят очень красиво. И, блин, это реально выглядит как из мультика. Далее, его вот эти вот штуки, конечно, чехлы... Ну, это не чехлы, называется как-то по-другому. Чехлы для мечей. Они, конечно, сделаны не так, как в самом мультике. Но это понятно, потому что их невозможно было переделать так, как это было в шестом сезоне. Но сохранены вот эти вот пояса. Видите, вот этот пояс, который, во-первых, на панцире, который держит вот этот вот всю... Ну, просто пояс, да? То есть, синий пояс, который так же само выглядит в мультике в шестом сезоне. И так же само выглядит и пояс, который держит сами вот эти вот чехлы для мечей. Извините за то, что называю их чехлами, но я думаю, что это самое надежное такое слово, которое я знаю. Ладно. Так, еще раз так сделаем. И что же мы еще видим? Мы тут видим вот этот дыхательный аппарат. Я тоже не помню, как он называется, но штука, с помощью которой они дышали в будущем. Она тоже офигительно здесь передана, нарисована. Реально круто. Дальше, дальше, дальше. Вот эти вот штуки, которые... Блин, я называю все это своими, не своими именами. Почему? Потому что я не знаю, как они называются, либо же просто забываю. Ну, короче, я думаю, вы поймете, что вот у него на руках изображено. Блин! Передана! Офигенно! Нарисована! Офигенно! Просто мне кажется, что из всех модов, которые я обозревал, которые у меня были, а именно, уже были у меня... Я уже забыл, механический сплинтер у меня был, кибер-черепашки, и черепашки в броне кибернафтов у меня были. Я их обозревал, и вроде бы это самый, наверное, самый лучший мод, который вот был за все, которые я видел пока. Пока что! Дальше, наколенники тоже офигительные, прямо как в мультике. Наручники, ну, на руках, все, что на руках, вот эти вот все... Типа перчатки... Ну, не перчатки, вот эти вот все штуки, которые я надел на... На лок... На лок... На лок... На локтник, наверное, называется как-то так. Вот эти вот, которые у него на руках все. На бицепсах, вот эти вот синенькие. Короче, все передано офигенно, прямо как из мультика. Господи, автор, ты крут! Реально, тот, кто это делал, тот, кто это все рисовал, ты реально крут, потому что это дело обычный, по-моему, даже русский, автор. Поэтому, блин, тебе огромный этот... Прямо уважение большое, потому что это большой труд, и ты это наверняка долго делал. И, причем, не только Лео же есть в этом моде, в этом моде нарисованы все четыре черепахи. Так что, давайте перейдем дальше, и этому моду я сразу ставлю десять. Почему? Потому что, блин, ну, это круто. Все, что автор мог сделать, он сделал. Дальше. Рафаэль. Итак. Ну, честно говоря, не знаю, что уж рассказывать, потому что все тут... Ну, понятно. Во-первых, Кибер Саи. Ну, блин, как там? Саи О'Нил. Это же О'Нил Тег, типа, да? Саи О'Нил. Сделаны... Ну, тут, кстати, вот смотрите, на самих вот зубцах Саи можно было, в принципе, сделать чуть-чуть красненькими их. То есть, вот эти вот наконечники должны были быть у Саи красненькие. Ну, ладно. Смотрите. Сама рукоятка. Вот, блин, это даже нельзя увидеть. Хотя нет, можно. Вот, видите, рукоятка чуть-чуть красненькая. Так же самое, как было в мультике. То есть, все офигенно. Дальше. Все, что на руках у него, на ногах, это все, ну, естественно, как вот, а вот у него, как у Лео было. Дальше. Дыхательная штука. Блин, как дыхательные штуки у них-то назывались, а? Я не помню, честно говоря. Можете все это написать в комментариях, потому что все комментарии я читаю. Короче, дыхательный аппарат у него тоже передан офигенно. Правда, он почему-то дублируется три раза. Не знаю почему. Может быть, так и должно быть. Ну, короче, они дублируются, но это пофиг. Все равно мы этого не... Когда мы будем бегать, смотрите, вот я, например, бегаю, вот, решил поиграть. Смотрите, я смогу вернуться или нет? Смогу. Вот, смотрите, я решил поиграть. Я этого даже не замечаю. То есть, блин, я просто играю Рафаэлем из будущего. В батл Нексусе. Просто Рафаэль из Fast Forward. Вы видите, ребята? Ну, это круто. Мне нравится. Короче, вот так вот. Повторяюсь, кстати, ссылка на мод будет доступна после 50 лайков. Поэтому просто ставь лайк этому ролику, и все, господи. И, ребята, также поддерживайте автора. Заходите на сайт потом, и, там, не знаю, пишите ему, наверное, свои благодарности, типа, все дела. Хотя просто скачайте эту текстурку и поиграйте с ней, и мне кажется, это уже будет для него благодарность. Далее. Микеланджело. По-моему, у него даже оружие передано лучше всего. Посмотрите на эти нунчаки. Правда, не знаю, как остановить его, чтобы он ничего не делал. А, вот, надо идти. Смотрите, как переданы нунчаки в этом моде. Ну, блин, это же нунчаки унил, прям копия. Просто лол. Как ты это сделал? Братан, ты молодец. Я просто сам сейчас смотрю. Как это красиво выглядит. Я все оружие буду прикреплять, которые, вот, я про что я говорю, чтобы, ну, тот, кто не понимает, о чем идет речь, чтобы понимал, о чем я говорю. То есть, нунчаки унил, вот, я прикреплю, что, о чем я говорю, о каких нунчаках. И также сам майки. То есть, блин, ребята, все выглядит офигенно. Дыхательный аппарат тоже суперский. Вот эти вот все штуки, которые на руках, на коленах, вот это все тоже передано офигенно. Все сделано. Господи, все в лучшем стиле. Это самый лучший мод, который я видел, кстати. Что это за хрень вообще? Вы это видели когда-то на уровне утромов? Что это за фигня фиолетовая? Первый раз я увидел, лоу. Ладно, хорошо. Блин, что еще сказать? Я не знаю, что еще сказать про майки. Просто круто. Вот нунчаки у него. Мне кажется, это даже лучшая черепашка из мода. Хотя мы еще не видели Дона. Может быть, Дон будет даже покруче? Ну, это мы, наверное, сейчас узнаем. А, ребята, прежде чем мы это узнаем, я бы хотел вам порекомендовать посмотреть мой ролик про GTA Vice City. Потому что я сейчас прохожу игру GTA Vice City и в будущем буду проходить GTA-шки, а также рассказывать о них секреты, факты и все такое. Ну, короче, все такое о черепашках. Ой, о черепашках. Что о GTA Vice City и также о других GTA? Поэтому, кому интересна серия Grand Seft Auto, то, ребята, почему бы и нет, посмотрите ролик пока что в GTA Vice City прохождения в будущем и других игр по GTA. Ну, будут не только прохождения, если что, будут еще и всякие обзорчики в GTA, там всякие прикольчики, всякие там факты, всякие пасхальные яйца. Ну, короче, все интересное об играх. Про GTA и другое. Ладно, мы, блин, хватит все болтать, поехали дальше. А теперь надо задуматься, кстати, кто, блин, вот для меня этот мод уже лучше, и это уже говорил в начале ролика, но теперь надо задуматься, кто лучше, Дон или Майки получился. Вот, друзья, напишите в комментариях, кто для вас лучшая черепаха получилась из этого мода, вот как бы, но мы их уже всех видели, конечно, могу еще раз вам, в принципе, показать. Все выглядят офигенно, и по-моему, по-моему, Дон передан лучше всего, даже, лучше, чем Майки. Да. Блин, ребята, вот с этой стороны вообще не заметишь то, что это мод. Просто как будто нарисованная текстурка специально для, как бы, фастфорварда. Господи. Ребят, кто умеет создавать уровни? Давайте создадим в Battle Nexus новую эту игру. Ой, игру, что я несу. Новый уровень, а? С фастфорвардом. Текстурки уже черепах у нас есть. Все, ребят, можно теперь только уровень сделать, и все. Все, блин, это офигенно, друзья. Я не знаю, как это, сколько это делалось, конечно, но это, это круто. Посмотрите, дыхательный аппарат точь в точь, как из мультфильма. Прям копия, посмотрите на это. Ну, я, конечно же, прикреплю рисунок, рисунок, картинку Донателло. Да, если не забуду, если все, не забуду все это прикрепить, но я прикреплю обязательно. Зачем мне это высветилось? Тут. Если он там должен высветиться. Ладно. Что тут еще сказать? Ну, все, все остальное, кстати, так как у других черепах, но оружие сделано офигенно, красиво. Посох Баунил круто сделан. И его я тоже прикреплю. Все сделано, мне кажется, в самом лучшем стиле. Я не знаю. Блин, ну что говорить? Как бы это обзор должен быть? Я должен обозревать, показывать вам, но мне кажется, что это как бы, ну, такой себе обзор я сделал, но блин, все, что я хотел сказать, я сказал. Мне мод понравился, все, что я вам, все, что хотел показать, тоже показал, я уже заговариваюсь. Извиняйте меня, пожалуйста, но мод офигительный. И установить этот мод стоит того, поддержать автора, а также поиграть просто с этим модом. Ребята, это круто. Может быть, даже будем играть как-нибудь на стримах с модами, черепах, не знаю, можно в принципе. А чтобы не пропустить стримы, вы можете вступить в группу ВКонтакте черепах, в которой, кстати, проходят всякие иногда конкурсы, также там много шуток, артов, там всяких там опросиков, баттлов среди персонажей черепах, черепахового мира, что ли. Ну, короче, вселенной черепашек. Ну, короче, ссылка на группу ВКонтакте, вот эта черепашек, где будет в описании, да. Она там будет, первая ссылка, если что. И ссылка на мой группу ВКонтакте тоже будет в описании, потому что там тоже будет уведомление о стриме, который, думаю, скоро уже будет. Поэтому вот так вот. Не забывайте также подписываться на мой канал, нажимать на эту гребаную красную кнопку, подписаться. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления от меня. И не забывайте смотреть другие прохождения на канале, там GTA Vice City, Panda Kung Fu какая-нибудь, Outlast, все эти игры я прохожу, все они есть на канале. Также скоро выйдет финальное прохождение за сплинтера черепашек 2003 года, обязательно посмотрите. Все, мне очень надоело тут просто рекламировать себя прям по полной, поэтому вот так вот. Все, все ссылки есть в описании, всем спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, и всем пока. Мод офигительный, 50 лайков и скидываю ссылку на мод, а так можете сами поискать. Ну, все-таки лучше ссылку. Все, всем удачи, всем пока-пока.